Всем привет, ребята! Вы смотрите разговор о важном со мной, Виталий Корниенко. Вы могли видеть меня в таких фильмах, как «Лед два», «Кукольник», сериалах «Тети Марты», «Папины дочки новые» и многих других проектов. А вы уже задумывались о своем будущем и о том, каким оно будет? Ведь как поется в замечательной песне «Прекрасное далеко»? А сегодня что для завтра сделал я? Все мы – маленькие шестеренки единого механизма. Каждый человек вносит что-то свое, учится в школе, занимается спортом, усердно работает, платит налоги, конечно же, создают семью и бережно относятся к тому, что имеют. И так из поколения в поколение. Наш мир настолько быстро идет вперед, что же сейчас сбылось то, что для наших родителей только недавно казалось фантастикой. Каждый год, каждый день появляется что-то новое, необычное. Давайте пофантазируем. Я вот думаю, что недалеко то время, когда машины будут не ездить и летать, да еще и без бензина. А по хозяйству будут помогать какие-нибудь прикольные роботы. А попасть в любой уголок нашей страны можно будет буквально за несколько минут. А еще по-любому появятся новые крутые профессии. Архитектор виртуальной реальности, специалисты по нейросетям, мехатроники и многое другое. Меня вот на интервью часто спрашивают, кем я стану. Они редко даже еще советуют, куда мне лучше пойти учиться, после какого класса. А я? Я сама о чем мечтаю. Да, я выбрала направление, в котором бы я очень хотела реализоваться. У меня много друзей, кто совсем не понимает, по какому пути они пойдут после школы. Мне кажется, такое у многих подростков. Очень сложно в 15 или 17 лет выбирать занятия на всю жизнь. К счастью, в современном мире можно не ограничиваться выбором лишь одной профессии. Сейчас столько возможностей. Можно получить несколько образований, посещать интересные курсы, мастер-классы и многое другое. Знаете, многие люди даже в 40, в 50 не боятся пробовать себя в чем-то новом. Как там почтальон Печкин говорил? Я только жить начинаю, на пенсию выхожу. Но мы с вами не на пенсию выходим, а только в школе учимся. У нас все впереди.